И всем привет, с вами Александр Сучков, и в этом видеоролике я опять прохожу в Warface, карту Ледокол на легкой сложности. Так, давайте посмотрим то, что у нас есть. Давайте на складе посмотрим. Давайте мы попробуем все это дело поставить на самое максимальное. Давайте беретту. Не беретту, мне как-то не нравится. Давайте дигл. Я же выбивал как-то давно. Соперная лопатка, конечно же. Так, это пока что все нормально, да. Это все нормально. Дальше. Значит, давайте вот это. Вот это, да. Вот это давайте. И вот это. И давайте сейчас попробуем, как это все будет проходить. Так. Так. Ну, пока что это все. Вот. Все нормально вроде одето. Вроде меня не должны убить, по идее. Но если убьют, то хотя бы не будет стыдно то, что я там... А, кстати, у меня тысяча корон. Могу себе что-нибудь купить за тысячу корон. Ну, это не точно, ребята. Я потом подсмотрю. Да, ранги, конечно, меня вообще удивляют, да. Но я хотя бы не самый такой... Самый крутой. Поэтому на меня равняться, наверное, никто не будет. Да, кто-то инжа взял! Да ладно! И самый прикол будет, если никто даже штурма не возьмет, да. Так. Это правда будет прикол, если... Если сейчас... Это правда, ребят, сейчас будет прикол, если будет ни одного... Повторяю, ни од... А, есть два. Ни одного, я представляю, ни одного штурма, ни одного меда, один там... Нет. Три снайпера и два инженера. Да ладно, это будет вообще ужас тогда. Это будет прям вообще... Хард прохождение. Но такого и не случилось. И у нас два штурма, которые лохи... Два меда и один почему-то инж. Хотя инж это... Херня! Другим словом. Да. Потому что инженерам никто... Нафиг он нужен, да. Он броню раздаёт. Нафига кому-то броня, если можно, божество, подлечиться, да. Ну ладно, попробуем, поиграем. Попробуем вообще пройти эту карту. Я думаю, с этой командой у меня всё получится. Ведь я наделал самую крутую там... Эту одёжку, да. Можно её так назвать. И мы пройдём сегодня ледокол. Мне кажется, на третьей части ледокола-то надо закончить уже этот плейлист. Потому что... Довольно-таки долго я это уже прохожу. Да. Ну ладно, я пока что... Вот загрузка... Сейчас загрузится. Пройдём мы. Мне кажется, у меня всё получится и будет очень даже круто. Я вот просто думаю, блин, офигеть. Это что... Это вот что сейчас будет? Это вот... Это просто... Это такой сейчас ужас будет. Если мед будет, ну... Не резать. И буду резать только я. Конечно, это будет офигенно как сложно. Я впервые, потому что вижу такие команды. Как команды? Их нельзя назвать командами. Это просто... Люди, которые... С маленькими рангами, да. Они как будто их только посадили за компьютер. Они ещё не умеют ничего делать. Не играли ни в Counter-Strike, ни во что. И вот начали играть только в Warface. Да. Давненько я не играл в Warface. Это всё прорисует за один день. Да. А выложу я это всё не за один день. Поэтому... Вот как-то так. То есть есть... Я это всё прохожу за один день. Но на YouTube это выйдет немного попозже. Так. Сразу к делу, бойцы. Ситуация критическая. Блэквуд начали против нас настоящую войну. И пока мы проигрываем. Так. Враг атакует по всем фронтам. Это операция масштаба нормандской. По нам наносят удары при поддержке с моря и воздуха. Здесь. Вы должны срочно вмешаться. Силы противника приближаются к нашей базе. Атакуйте их флангов из реактивных гранатомётов. Очень уж это не круто смотреть эти двое. А, пошли, пошли. Один из них пошёл. Ладно. У меня есть лопатка. Это ящик на гранатомёт с управляемыми снарядами. Наведите ракету на цель. Варков 2-2-6 на позиции. Кринец везде. Ну. Средка к цели. Стрелковое оружие. Как пункт. Отбой окола 2-2-6. Следите за главной стрелью. Наводите ракеты с помощью прицелов. Если хотите попасть в цель. Опа. Всё. Давайте ещё возьмём. О. Идеально. Три цели. Ай-яй-яй-яй. Как так вот произошло? Ну, против, не важно. Мы остановили продвижение в радарах, но их подкрепление на подходе. Ну, ладно. Вот так вот, смотрите. Мы остановили продвижение в радарах, но их подкрепление на подходе. Ракетный крейсер готовится к атаке. В укрытие. Окей. Давайте. Опа. Идеально. Ладно, пошли идти дальше. Дальше проходим. Победжерай. Забудьте о крейсере, у нас новая проблема. Блэку захватили ракетные шахты. Я думаю, на этот раз мы пройдем всю табуру. Ракета готовится к запуску. Проберитесь через лист и водите в шахты. Ракеты запущены. Блэку сблокируют все дороги, так что будет жарко. Как так? Да пошли вы нафиг, слушайте. Да пошел ты. Иди нафиг. Я не выдержу, если я еще раз за рот. Я не выдержу. Потрачу сразу все этих тренинг. А то скажут, что я как-то ненормальный, я не трачу эти штуки. Нет, я их потрачу. А что, кого? Опять? Твою мать. Ладно. Ну все, это конец. Нет, еще конец. Мочи, мочи, мочи. Нет, 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 я не туда пошел. Нет. Вышел опять обратно туда. Давайте. Ну все, это конец. Это правда конец. Ну, ему конец, все. Лохи. Пиздец мой лох. Лохи, блядь. Ты пиды, блядь. Ты дебил. Ты дебил. Ну что, я тебе могу такое сказать. Я потратил все. Дебилы. Дебилы. Ладно. Мы. Значит, это еще не конец. И я сниму новую часть. Эта часть была очень маленькая. Всего 4 минуты. Но мне понравилось, ребят. Мне понравилась хоть такая маленькая, но очень интересная часть по ледоколу. Мы поиграли в ледокол. Варфейс, да. Мне было интересно на это посмотреть. Ну и вам, наверное, тоже. Потому что это маленькое видео. Всего лишь какая-то часть из того, что нам предстоит еще дальше пройти в этой игре. Так как я снимаю теперь все то, что я прохожу. Поэтому как-то, наверное, это будет сложно снимать. Но я буду рад это все снять. Хоть это будет минуту видео, хоть две, хоть три. Но я это все буду снимать. Да. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр. Сточков, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вы поспишитесь в комментариях под видео. Всем удачи и всем пока.